Когда Леонид Собинов познакомился с актрисой малого театра Елизаветой Садовской, было им по 29 лет. За плечами у него был опыт брака с первой женой, Марией Коржавиной. Он долго тянулся разводом, пока жена не выбрала себе нового супруга. Леонида Собинова окружало множество женщин. Актрисы, певицы, танцовщицы и дамы высшего света. «Во мне заложен богатейший родник. Это жажда любви. И я расходую его, когда оттуда забьет смелый ключ», – размышлял Леонид Собинов в одном из писем. «Запретить любить – это все равно, что стараться запрятать в лукошко солнечный луч». Дружба с Садовской переросла в сильные чувства, которые связала их на долгие годы. Они писали друг другу письма чуть ли не ежедневно, рассказывали обо всем, что их волнует. «Моя любимая Лизонька, дученька моя», – обращался к ней Леонид Витальевич. Несмотря на то, что Садовская позже вышла замуж, а у Собинова была своя семья, переписка не прекращалась до последних дней жизни Елизаветы Михайловны. И Собинов пережил свою Лизоньку всего на несколько месяцев. Вера Караль, танцовщица Большого театра, одна из первых звезд немого кино, считала встречу с Леонидом Собиновым главным событием своей жизни. Она ворвалась в его жизнь внезапно и стремительно. Они вместе путешествовали по Италии, начиная с 1909 года. Вера сопровождала Собинова во его гастрольных поездках по Европе, в Лондон, Варшаву, Вигу, затем в турне по России, заканчивая Сибирью и Дальним Востоком. Субтитры создавал DimaTorzok Вера Караль вспоминала, что на гастролях во время длительных переездов из города в город Собинов иногда писал стихи. Но, считая их праздной забавой, куда-то забрасывал или просто рвал. У племянниц Леонида Витальевича, дочерей близнецов его младшей сестры Анны, сохранились его стихи. Весна бессильная застыла со снежной слякотью борясь. Но час придет, и жизни сила растопит грязный снег, смеясь. Тогда красавица в зеленом прикажет песнь сложить ветрам, дубам, березам, белым кленам, вечерним зорем и утрам. Из воспоминаний певицы Антонины Неждановой. Леонид Витальевич обладал поэтическими способностями. Часто на репетициях он экспромтом сочинял шуточные четверостишья и писал их в своем или в моем половине. Одно из таких четверостишей он написал на репетиции, когда сообщили о присвоении ему звания заслуженного артиста императорских театров. «Ни по таланту знаменит, ни по заслугам заслужен, жизнь прожил душка Леонид и умер под рыданье жены». Антонина Нежданова была той прекрасной дамой в жизни Собинова, с которой его связывал длительный, но только творческий союз. «Ни по таланту знаменит, ни по таланту знаменит, «Ни по таланту знаменит, ни по таланту знаменит, ни по таланту знаменит». Вы понимаете, вот что было потрясало, всегда исчез потрясало, это слияние звуков голоса Нежданова и Собинова. Настолько они сливаются музыкально, что после этого, когда слышишь какое-то другое исполнение, и, может быть, и хорошее, но не то. Вот нет повторений. Участие Собинова в постановке трех опер в Испании в 1908 году вызвало у местной публики и критики настоящий ажиотаж. Это были оперы «Манон», «Искатели жемчуга» и «Мефистофе». Из письма другу Аркадию Керзину. «Я до сих пор думал, что страшнее и опасней публики миланской ласкалы нет на свете. Про мадридские нравы я слышал, но никак не представлял, что в театре страсти могут разыгрываться до такой степени. Единственное неоспоримое достоинство этой публики это отсутствие предвзятых мнений. Наутро я имел удовольствие прочесть в газетах, что я победитель, один из первых теноров мира, что голоса красивее моего слышать не приходилось. Все только лесные вещи. Вы, властителем народа, страны большой, прекрасной, где в счастье мир свобода станет полновластным. Мудро нам застать заболе, Общадки всем давали, И граждан миллионы Судьбу благословлялись. Из письма Собинова друзьям. Пел я почти все так пиано, как мог, под мертвое молчание. И нужно же было слышать по окончании взрыв аплодисментов. Сегодня одна газета пишет, что такие овации в жизни артиста не забываются никогда. Он пел на бис, и не только в Испании. Леонид Собинов, как никто другой, ощущал дыхание времени. Когда находился с концертами в Петербурге во время студенческих волнений периода Первой Русской Революции, то с болью писал об этом своим друзьям. Во время Первой мировой войны устроил на свои деньги в московской квартире госпиталь для раненых офицеров. Помогали ему сестры, в том числе и младшая сестра Аня, которая после окончания Ярославской гимназии приехала к Леониду Витальевичу в Москву. И вот мама там и жила. Потом она поступила в университет на математическое отделение. Но она до конца не доучилась, потому что нужно было помогать. Тут и революция, и нужно было помогать Леониду Витальевичу. Не то, что по хозяйству, но надо было вести в доме определенный порядок. После Октябрьской революции новая власть назначает Леонида Собинова управляющим, а затем комиссаром Большого театра. Для бывшего солиста императорских театров настают сложные времена. На улицах толпа красноармейцев, бушует огонь, горят дома, разгромлены многие театры. Леонид Собинов с женой, к тому времени он успел обвенчаться с Ниной Мухиной, едет в Киев. Много поет, собирает полный зал. Из письма Собинова «Друзьян». Киев, 1919 год. Я пою для рабочих и солдат в утренней программе в цирке. У нас пока все благополучно, но над будущим приходится серьезно задумываться. Живем наскромно. Я и Нина сами убираем постели, комнату, ставим самовар, а я еще и печи топлю. Леонид Витальевич будто предчувствует, что в его жизни произойдет непредвиденное. Друзья зовут его в Европу. Его ждут сцены театров, где он блистал. Там его будущему ничего не угрожает, но словно магнитом его тянет в Крым. Там еще находятся части Белой армии, в которой служат оба его сына от первого брака. Хотя мальчики выросли без его пристального внимания, связь со своими детьми он никогда не терял. И Собиных наивно надеется, что с новой властью можно договориться. К сожалению, страшное известие не заставляет себя долго ждать. Леонид Собинов узнает о гибели младшего сына. Юра погиб очень рано молодым, 20 лет от ран, полученных под Мелитополем. Это его смерть, я вот считаю, надломила очень сильно Леонида Витальевича. Он не мог примириться, не мог принять эту утрату. Младший сын прекрасно рисовал, писал стихи и прозу. Одно может заставить меня взять себя в руки, писал Собинов. Присутствие маленькой дочурки Светланочки. Это истинный луч в моей жизни, и ради нее нужно работать и работать. А Боря уехал. И Бог знает, где он.